Работать на себя, не подстраивать под коллег отпуск и взять отгул, если захотелось поспать. Вот самые очевидные плюсы жизни самозанятых. Виктория Мартыненко два года назад оформилась как самозанятая. Работает массажистом, обучает этому других людей. Официальный статус дает ей плюс к репутации. Я как преподаватель по массажу также работаю с людьми, которые находятся в других городах. И тем самым я могу подтвердить тем, что я эти деньги не просто взяла и забыла, допустим, ушла куда-то в тень, тем самым я подтверждаю, что я деньги получила, и они могут быть уверены уже, когда они приедут в Хабаровск, что я окажу данную услугу. Наталья Шеремет пока только думает стать самозанятой. Планирует помогать хабаровчанам расхламлять квартиры. Организация пространства – востребованная на Западе услуга. С чего начать, ей подробно рассказали специалисты центра «Мой бизнес». Знаете, какой самый интересный момент, что это государственная организация, и они действительно помогают людям. То есть я не знаю, куда идти. Я знаю, что я приду к ним, скажу, слушайте, вот на руках, на пальцах объясню, а они меня поймут и подскажут, и направят. То есть это круто. Полезную информацию на большой конференции самозанятых выдавали в формате живого общения. Особенно востребована оказалась специалист из налоговой. На самый популярный вопрос, по каким профессиям можно оформить самозанятость, 422-й федеральный закон не дает четкого ответа. Налоговики советуют копать глубже. Есть пара ограничений, опять же, в 422-м федеральном законе, где сказано о том, что вы не имеете права оказывать услуги работы организации, в которой вы были трудоустроены. То есть пока не закончился двухгодичный период. То есть вы не можете ни под каким, так сказать, предлогом. То есть если вы даже там работали и оказывали услуги по одной специальности, а теперь будете им придавать пирожки, это запрещено. Самозанятым и тем, кто только решил зарегистрироваться, помогают в центре «Мой бизнес». Консультируют, обучают, продвигают. В том числе оплачивая изготовление и размещение печатных билбордов и видеорекламы. Они, допустим, подают заявку на размещение билборда где-то по городу. Мы с ними заключаем договор о том, что они действительно подтверждают свое намерение в получении этой услуги, фиксируем техническое задание, что они именно хотят, по каким адресам они хотят разместиться, на каких именно билбордах, и уже оказываем эту услугу. Услуга совершенно бесплатная. Самозанятым также доступны льготные займы от Фонда поддержки малого предпринимательства от 4 до 10% годовых до 5 миллионов рублей. Наталья Чернышева, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск.